всем привет дмитрий шумкой в данном ролике я хотел бы рассказать о людях рожденных под знаком скорпиона точнее о том как они себя будут ощущать 2025 году но те кто следят за моим творчеством вспомните я говорил о том что 24 год станет годом мистическим годом внутренних трансформации внешних преображений и несколько закрытым для понимания будущего но 25 год кардинально отличается от 24 здесь уже высвечивается скажем так финишная прямая это год прагматичный год начинаний и для кого-то продолжение роста который начался во втором полугодии 24 в первую очередь это коснется скорпионов рожденных 80-е годы а именно с 1980 по 89 здесь как раз таки основная дорожка в двадцать пятом году ведет вас по теме карьеры становления в самореализации радикального изменения сферы деятельности и прощания с прошлым а вот скорпионы рожденный в 60-е годы с 1960 по 1969 это время скорее продолжение внутренней трансформации обучение ухода от старой профессиональной ниши изучение невербальных но очень интересных направлений например психология или даже эзотерика но в общем то будет не скучно скорпион рожденный в 50-е годы с 1950 по 59 в первую очередь коснется тема за границы или дальних переездов поездок а также отношения с младшими родственниками поэтому здесь стоит обращать внимание на эти основные стороны жизни а вот скорпионы рожденные в 90-е годы с 1990 по 99 открыты две дороги первое это личная жизнь мы попозже это еще обсудим и профессиональной деятельность для кого-то это станет стартом большим открывающим 14-летний цикл самореализации скорпионы рожденные в 2000-е годы с 2000 по 2009 это время прорывов как бы это странно не звучало для столь молодой возрастной группой но тем не менее у каждого в персональной карте и в контексте их жизни прорывы может являться все что угодно от первых личных отношений до первой самореализации либо учебы именно поэтому двадцать пятый год для скорпионов я считаю годом прорывным здесь нет уже никакого мистического флера здесь абсолютно все понятно хотя для многих например рожденных в 80-е годы или в 50-е 25 год может показаться годом завершения особенно если у вас были подвешены нерешенные какие-то вопросы из прошлого так вот 25 год с одной стороны их закрывает с другой стороны приоткрывают новую жизнь вообще если брать в связке здесь интересно идут годы 25 26 потому как 23 24 показали вам прошлую жизнь погрузили вас кого-то возможно на самое дно и как раз таки 25 26 год это годы становления или точка 0 те кто начал обучение еще осенью 23 года или весной 24 или осенью 24 здесь продолжается обучение в двадцать пятом году возможно это обучению уже как-то экстраполируется на деятельности таким образом вы продолжаете получать навыки и знания но уже в практике то есть этот год не дает расслабиться но если у вас сложилась ситуация таким образом что вам кардинально нужно изменить сферу деятельности уйти или даже вас могут уйти такое тоже возможно в двадцать пятом году то в принципе удивляться не нужно потому как 25 год он собственный дан для того чтобы навести порядок вашей жизни в первую очередь профессиональной жизни назвать этот год лирическим или годом данным для качественных либо длительных отношений боюсь не приходится конечно если вам удалось организовать свою новую личную жизнь двадцать третьем двадцать четвертом годах то здесь она развивается и по сути теряет для вас какую-либо ценность либо актуальность потому что двадцать пятый год все-таки больше отнимает энергии времени на совершенно иные вопросы но если вы все-таки решили здесь заниматься своей личной жизнью здесь тоже есть некоторые моменты но они очень короткие например пик февраль до середины марта пик июль до середины августа и пик ноябрь до середины декабря то есть такие три точки личной жизни в 2025 году открыты для либо организации личных отношений либо реорганизации вообще то что я знаю по практике такие годовые циклы и полугодичные эпизоды они больше отвечают за быстро вспыхивающие отношения романтика страсть но при этом месяц два три ну максимум полгода и достаточно быстро остывают либо приходит в негодность и разваливаются здесь надо понимать что для типичных скорпионов конечно 25 да и большая часть 26 годов это не цикл личной жизни здесь время становления это то самое время где вы наконец-таки можете о себе заявить и впервые кому-то придется показать себя в абсолютно новом профессиональном амплуа тема здоровья также закрыта в 2025 году понятное дело что те у кого циклы в персональной схеме активно и они будут работать но если мы смотрим вот чисто по знаку зодиака по циклам то основные темы здоровья были открыты середины 23 весь 24 год 25 год немного отпускает что такое 25 год 25 год это там где раздуваются фантазии разговоры вырисовываются перспективы появляются партнеры связано с работой в первую очередь с деятельностью с какими-то проектами делами но дело в том что большая часть года выглядит таким образом что все эти воодушевленные разговоры перспективы почему-то подвисают в воздухе в виде облака то есть ничего не происходит как будто бы поговорили договорились заключили контракты ударили по рукам но движение нет вы так и находитесь в этом немножко подвисшим но достаточно романтическом состоянии вплоть до осени ну или как минимум с конца лета эти темы начинают двигаться уже в практическом обосновании то есть там где это можно ощутить потрогать понять раскрыть перспективу вообще 25 год для скорпиона выглядит достаточно вдохновенным он не просто приоткрывает перспективы он дает надежду надежду на то что провалы последних нескольких лет или скажем так прохождение низов были не напрасны но и здесь стоит быть очень осторожными почему потому что вдохновение двадцать пятого года и кажущиеся перспективы на стратегию на самом деле могут обернуться вполне себе тактическими победами но об этом мы поговорим уже в двадцать шестом году потому что первое практически все полугодие 26 года достаточно серьезно будет отрезвлять именно поэтому в двадцать пятом году не рекомендуется скорпионом влезать в серьезные сделки связанные с финансовыми вложениями особенно надолго то есть если вы готовы вытянуть деньги в течение года этого 25 в тактическом смысле то это очень даже хорошо а вот в долгую вкладываться во что-то или затевать какие-то стройки ну в принципе можно но этом это затянется на пару лет поэтому здесь конечно двадцать пятый год он больше как фундамент здесь закладываются некоторые позиции наконец-таки здесь появляются интересные люди вашей судьбе в первую очередь это касается профессиональных и дружеских отношений обращайте внимание на тех кто и что вам будет рекомендовать советовать и предлагать в первые три месяца 25 года и в августе сентябре-октябре ну то есть по сути еще и осенью то есть здесь придется встречаться с людьми очень разрозненно и странно то есть в начале года вы с кем-то что-то обсуждаете но затем это подвисает или уходит на задний план и не реализовывается но как только наступает осень снова всплывают вашей жизни эти люди эти договоренности и все закручивается уже по серьезному также 25 год открывает тему глобальных переездов связанных с заграницей то есть другими странами культурой с городами с изменением стиля и имиджа во внешнем виде а также общее позиционирование себя очень комфортненько выражается в двадцать пятом году ну то есть вот идет скорпион двадцать пятом году ближе к середине года и понимают в прошлом году ничего такого не было даже предпосылок к этому не было а теперь я директор или я полностью поменял профессию был врачом стал психологом например или я был в прошлом году в военным а теперь я чиновник ну просто пример из головы то есть какое-то ощущение такое возможно иллюзорное того что вы привнесли свои знания в какую-то новую профессиональную нишу особенно если это связано с далекими переездами то действительно в двадцать пятом году ощущение того что ваша жизнь перевернулась на до и после вот после темных времен открываются светлые полосы вашей жизни и здесь как раз вы это наблюдаете но не забывайте о том что даже в девятилетнем циклическом обороте есть свои падения и взлеты поэтому 25 год это не самый победоносный год в этом девятилетнем цикле который открылся в двадцать третьем году но тем не менее это первый год который дает надежду здесь уже нет самокопаний нет углублений нет депрессивных состояний хотя понятно что нужно смотреть все-таки персональную карту и разбираться в некоторых вопросах персонально но в целом для типичных скорпионов повторюсь год достаточно вальяжный но он вас ставит на определенные позиции где вы должны себя зарекомендовать неважно в личном плане в деловом плане таким образом чтобы новое окружение новые люди которые появляются в вашей жизни понимали что вы такой есть они не знают вашего прошлого но и вы себя здесь позиционируйте именно так как например год назад или как минимум пять лет назад себя никогда бы не повели то есть возможно это более осознанной взрослой жизнь и позиционирование себя в каком-то другом нестандартным для вашего мышления виде но давайте теперь пробежимся по месяцам течение года возможно вам будет удобно возвращаться по тайм-кодом каждому месяца 25 года чтобы хотя бы понимать направление сразу оговорюсь но невозможно здесь выстроить гороскоп каждому персонально у кого-то сто процентов срабатывает мне и такие комментарии поступают кто-то пишет ничего вообще ничего никак не сбылось друзья не забывайте о том что дата рождения она персонально вместе с вашим именем именно оттуда вырисовывается персональный прогноз и даже там могут быть серьезные прорехи поэтому относитесь к общему прогнозу как к чему-то мнению со стороны не более того январь 2025 года для скорпионов достаточно жесткий рабочий карьерный месяц если вы начинали что-то где-то я имею ввиду по работе осенью или в конце двадцать четвертого года например декабре то январь может подбросить достаточно неприятные сюрпризы где вам могут сказать давай до свидания мы не сработаемся вы нас не устраивайте вот примерно так если вы начинаете какие-то с кем-то совместные проекты то январь очень хороший месяц январь он собственно про работу и ограничения то есть несмотря на все праздники которые там происходят для многих скорпионов январь покажется совсем не расслабленным месяцем куда-то нужно успевать что-то делать за свои поступки отвечать так же как и за слова но в принципе если вы начинаете как какое-то дело может быть какая-то учеба или вы вышли на новое место работы то январь достаточно фундаментален для того чтобы из него можно было тянуть некую стратегию на следующие месяцы также в январе вам может показаться что вы находитесь просто в тотальном одиночестве и нет никакой возможности выбраться из этой ямы из этой пропасти одиночества но наступает долгожданный февраль февраль 25 года для скорпионов это помощь помощь со стороны кстати вот именно февраль очень хорошо показывает тему перемещений поездок по работе в другую страну или город через предложение либо с кем-то вместе вы решили что в такой-то географической локации вам будет гораздо комфортнее и возможно прибыльней раскрываться в каком-то своем деле или просто занимать какую-то новую позицию в работе через переезд здесь появляется человек который вам помогает который вам советует рекомендует или прямо-таки напрямую вытягивает вас самую что ни на есть серьезную карьерную составляющую кстати февраль месяц хорошие для личных отношений как хорошие если отношение кризисные то февраль и март добавит огоньку в этот кризис а вот если вы в свободном статусе то февраль это великолепное время для знакомств но не забывайте о том о чем я говорил в основной части прогноза что все-таки 25 год дает тактические знакомства но не исключено что если вашей персональной карте запущен цикл личной жизни то как раз таки февраль может начать вытягивать эти отношения которые только-только начинаются во что-то серьезное и перспективные март месяц 2025 года для скорпионов это такой фатальный месяц то есть события которые происходят в марте они уже предначертаны и повлиять на них самостоятельно боюсь не получится здесь надо все принимать как данность все события которые происходят и хорошие плохие они здесь были запрограммированы март месяц показывает завершающий цикл например если у вас начинались отношения 2024 году особенно во втором полугодии то с конца февраля и март может вполне привнести кризис в эти отношения или даже поставить точку это же касается и самореализации но только под другим углом рассмотрим например в сентябре в октябре 24 года вы вышли на новую работу или или начали запускать какие-то собственные проекты до марта месяца 25 года это находилось в подвешенном состоянии арт месяц наконец-таки дает старт вообще март месяц для скорпиона в двадцать пятом году это некая точка старта поэтому здесь надо просто сесть лечь неважно расслабиться и наблюдать за тем что будет происходить возможно окружение сменится полностью и те люди с которыми вы не так давно обсуждали грандиозные планы на будущее внезапно исчезнут из вашей судьбы апрель 2025 года для скорпионов прекрасный месяц месяц серьезных прибыльных сделок или получение наследства или выигрыш в лотерею или серьезных золотых парашютов в работе или какие-то тактические авантюрные сделки где можно сорвать большой куш то есть апрель это месяц про серьезные заработки и про то как можно открыть эти заработки впоследствии то есть начать например какие-то прибыльные проекты зайти на очень перспективную должность позицию в работе и так далее также апрель месяц месяц перемещений и поездок коротких внезапных связанных с деятельностью или с какими-то неотложными личными делами туда-сюда как бы вернуться также апрель месяц показывает циклы здоровья апреля открывает два месяца с апреля по июнь связанным со здоровьем это абсолютно тактический циклический эпизод по здоровью в этом году так как лейт мотивы здоровья в двадцать пятом году скорпионов не наблюдается но тем не менее в апреле видимо придется заняться собою и кому-то даже серьезно но этот месяц прекрасно раскрывает глобальные темы со здоровьем например запланированные или даже не запланированные операции или как-то изменение например своего образа в виде пластических операций не только физиологических проблем с здоровьем поэтому апрель вообще-то многогранный месяц и очень интересное обратите внимание на то что в конце апреля приоткроется в виде информации которая к вам приходит в следующем месяце она вам очень пригодится май 2025 года для скорпионов май является проходным месяцем между началом в апреле и завершением в июне но тем не менее май очень серьезный месяц особенно связанный с большими деньгами а также с конфликтами в деловом плане по работе это месяц карьерный но здесь придется немножко наступать свои песни на горло для того чтобы проскочить между струек потому что все вокруг будет гореть шуметь на вас будут накатывать вас будут булить в общем со всех сторон враги поэтому здесь нужно будет сопротивляться этому но деликатно и дипломатично также май продолжает тему здоровья открытую в апреле май хороший месяц для проведения операции планового лечения или с другой стороны здесь могут быть травмы или какие-то болячки но то есть там где организм немножко разворачивает вас к нему чтобы обратили на на него наконец-таки свое внимание и также май продолжает тему финансов правда в мае помимо доходов показаны и очень серьезные расходы расходная часть занимает практически весь месяц то есть это крупные покупки или долгожданная сделка с недвижимостью или кто-то получит отпускные но в общем-то темы связанные с финансами здесь актуальны может быть кому-то просто придется хоть налоговую декларацию долго заполнять и наконец-таки к этому прийти июнь 2025 года для скорпионов очень непростой месяц с одной стороны здесь показаны взаимоотношения серьезные конфликты с родственниками либо с друзьями либо с коллегами в общем с вашим окружением и такое ощущение что вас никто не слышит хотя ваши доводы вполне уместные и логичные но тем не менее почему-то в июне весь мир как будто бы повернулся против вас и это неспроста дело в том что июнь показывает завершение первого полугодия а для многих и завершение начинаний сделанных во втором полугодии аж двадцать четвертого года поэтому обратите внимание на то как сыпется карточный домик так трепетно выстраиваемый за последний год или полгода другими словами июнь месяц подводит определенную черту под некоторыми событиями и обстоятельствами здесь кстати еще очень важный момент дело в том что в июне завершается цикл здоровья начатый в апреле поэтому этот месяц хорош для прекращения болезни или наконец-таки провести долгожданную операцию или каким-то образом болячки себя исчерпают сами ну будем надеяться всегда на лучшее но чем-то здесь надо будет уже закрыть вопрос связанный со здоровьем плюс июнь месяц показывает напряжение не только в отношениях с людьми но и напряжение с взаимоотношением с самим собой своим внутренним миром как будто бы то о чем вы думаете или так как вы чувствуете совершенно противопоставлено тому как вам приходится себя позиционировать и как вам приходится себя вести то есть вот это некоторая биполярность она возникает почему-то в июне и наверное лучше уйти в сторону и не лезть на рожон вообще-то как и в мае в июне ситуация достаточно напряженной именно вот психоэмоциональном аспекте поэтому видимо надо будет себя немножко держать в руках июль 2025 года для скорпионов здесь месяц очень нервозный дерганый но при этом месяц показывает тему поездок переездов сделок с недвижимостью купли-продажи а также переоформление недвижимости на родственников или передача по наследству также в июле месяце ощущение внутреннее ощущение того что происходит что-то не так на какое-то тревожное состояние возможно скорее всего так и будет что вы себя просто накручиваете то есть внутренние страхи какие-то нереализованные темы из прошлого в июле почему-то начинают вас беспокоить хотя как только вы подойдете к августу вы поймете что все это бы в чистом виде было иллюзией и даже может быть бравадой если это были какие-то опасности на словах но тем не менее все-таки июль такой неоднозначный месяц если мы смотрим чисто в прагматическом формате то это месяц чисто и дан для переездов и сделок с недвижимостью каких-то поездок и даже уединения ну и немножко нервотрепки которые вы же себе и создаете самостоятельно август месяц 2025 года для скорпионов напомнит вам немножко время 2024 года вот этот флер возвращается снова люди оттуда недорешенные вопросы оттуда а кому-то придется вернуться в свой 2023 год то есть август месяц возвращает в прошлое для того чтобы завершить какие-то серьезные вопросы решать эти вопросы и проблемы а также это назовем август месяц месяц расплаты с платы по долгам поэтому в августе обращайте внимание на то что к вам прилетает виде информации а также постарайтесь все-таки закрыть вопросы которые оставались открытыми долга кстати это может касаться как отношении так и в работе так и расплата в прямом смысле по долгам в денежном плане ну а кому-то просто захочется вернуться в прошлое в виде романтических отношений связанных с прошлым кого-то даже вернет в те самые отношения которые были настолько давно что вспомнить страшно там 15 лет назад 20 лет назад ну как минимум появление людей с прошлого в августе вполне вероятно но тут стоит оговориться что все-таки это носит такой временный характер тактические поэтому рассчитывать на что-то стратегическое здесь не рекомендую сентябрь 2025 года для скорпионов это очень сильный месяц вот если вы решили уехать далеко самое время здесь почему-то возникают люди ну назовем их иностранцы люди другой культуры возможно в вашем случае это будет связано с деятельностью с новой деятельностью кто-то просто захочет язык выучить какой-то то есть оформление документов какие-то договоры контракты выяснения у кого-то это суды или какие-то административные дела для кого-то это коммуникации с руководством например по работе кто-то просто переоформляет имущество или недвижимость в связи с ушедшими в мир иной родственниками то есть здесь вообще-то суета такая чисто земная прагматическая но если вы задумывали переезжать уезжать далеко не просто недвижимость сменить а именно границы подвинуть то это тот самый месяц который высвечивает стратегию в этом вопросе то есть и дает серьезные перспективы октябрь 2025 года для скорпионов немножко вас забросит назад в начало 25 года январь февраль март например если у вас феврале в марте начинались отношения и они уже показали свою кризисность то и в апреле в мае развивались летом уже казались чем-то не очень приятным и как раз таки осенью в октябре самое время поставить точку либо обстоятельства складываются таким образом что вы ставите точку если это касается деятельности работы каких-то договоренностей и так далее то вас возвращает события начала года то есть либо вам придется распрощаться своими партнерами друзьями с которыми вы договаривались в начале года либо наоборот в зависимости от контекста ваших обстоятельств вы принимаетесь за дело уже серьезно потому как осень 25 года уже показывает серьезность намерений тех людей которые рядом с вами либо то дело которое вы вместе начали уже раскрывается для вас совсем по-иному и имеет вполне себе стратегический вид ноябрь 2025 года для скорпионов но в первую очередь хотелось бы отметить тут дорожку личной жизни как я и говорил в общем прогнозе ноябрь до середины декабря полтора месяца цепляет этот эпизод который отвечает но в первую очередь за знакомство особенно если вы в свободном статусе то здесь можно очень неплохо познакомиться правда не забывайте о том что весь 25 год он все-таки имеет тактическое применение для личных отношений но в зависимости от положения вашей персональной карты вполне может стать перспективным союзом поэтому ноябрь это больше про такие романтические даже отношения окрашены такой страстью внезапные вспышки именно поэтому они в коротком цикле идут то что здесь заложено столько эмоционального фона сколько в любой другой год вы бы ощущали развитие в течение целого годового цикла но также в ноябре показаны темы сдвоенной или двойной работы то есть появляется какая-то подработка или возможно это дополнительное обучение или учеба или какие-то хобби вы открываете потому что здесь помимо того что повседневно ведет появляются какие-то темы которые изначально выглядит как чем что-то дополнительное но в итоге не исключено что станет чем-то перспективным по итогу декабрь 2025 года для скорпионов но для начала давайте друзья вспомним а что у вас происходило в марте 2025 года дело в том что эти два месяца перекликаются друг с другом например начинание сделанное в марте 25 года имеет точку преломления в декабре либо завершение в декабре то есть декабрь по сути является такой нулевой позиции в двадцать пятом году здесь вам показаны итоги этого года а также перспективы следующего но этот месяц показан как кризисный для личных отношений личных я имею ввиду личной жизни а также кризисные отношения с родственниками обратите внимание потому как ситуация будет накалена достаточно серьезный здесь вы поступаете так как вы считаете нужным обострять или отпустить ситуацию также в декабре не рекомендуется производить какие-то серьезные сделки крупные покупки вложения средств в долгую декабрь очень обманчивый месяц это друзья тонкий лед здесь все что кажется на перспективу успешным в итоге оказывается пшиком в декабре стоит отключиться делать то что вы делали при этом что нагрузка будет очень серьезный декабрь вас как стиральная машина просто провернет но если здесь еще и проявлять инициативу конфликтовать то следующие полугодия первое полугодие 26 года вам придется заниматься только тем как разруливать все эти проблемы ту кашу которую вы заварить в декабре 25 поэтому в декабре расслабляйтесь насколько это возможно и здесь вы увидите не только завершение 25 года но и первые ласточки полетят из 26 хотя для многих случилось еще в сентябре 25 года надеюсь информация доступна благодарю всех за внимание меня по-прежнему зовут дмитрий шимкой если вам этой информации показалось мало обращайтесь за личной консультации в описании к этому видео есть контакты как со мной можно связаться но я вам желаю классного 25 года но те кто слушает сейчас уже декабрь классного 26 года до встречи друзья